Субтитры делал DimaTorzok Сдавайте Виктору все свои вопросы, которые у вас накопились после его ухода с проекта. Я думаю, что их очень много. Сейчас все обсудим. У нас уже новая обложка на экране. С Ольгой Орловой огромное количество мужчин. Как тебе? Наша обложка. Смысл я такой? Ухожу. Отдаться навсегда. А вот надо прочитать журнал, чтобы узнать смысл. Можно открыть. Я не знаю, вы вроде бы настолько избирательны, а вы вроде бы не столько мужчин. Я думаю, что почему? Ну, так это же не значит, что это ее какие-то прям любовники. Это ее ухажеры, ее поклонники, которые, может быть, ее вожделеют, а она в поисках того самого. Ну, это не люди по шее. Я смотрю, все похожи на Чаркасовый фигур. Надеюсь, они по мне будут даты. Я думаю, что Чаркасовый фигур не совсем ее типичная. Потому что, со стороны, она его и не выбрала. Слушай, самый первый комментарий. Не люблю его за то, как он собакой на острое обошелся. Я думаю, что тебя уже все замучили темой. Возможно, может быть, справедливо отчасти. Ну, справедливо. Я согласен, да. Я как бы справедлив тогда, не спорю. Я немножечко был на стрессе. И несколько раз я попросил собаку уграть. Хотя, не знаю, это было, наверное, дело тогда. Наверное, мы в администрации что-то сделали. Вроде того, что... Вот. И я психоном. Может, туда взял и за шлепку откинул. Это... Ну, моя вина, да. Согласен. Я потом много-много единого привет принял за это. Тоже, Витя извинялся. На нашем аккаунте мы вкладывали видео. Так что, я думаю, что не стоит так сильно критиковать Витера. У тебя свои ошибки. А с одного, все очень любили свои ошибки. Да, да. У меня, я в основном, собачник. У меня с детства всегда собаки. И у меня никогда не было там агрессивного отношения к животным. Почему ушел с проекта Наташа Альвенцова? Ты достаточно внезапно как собрался. Даже, по-моему... Мне, наверное, просто... Я, знаешь, как первые пару месяцев на проекте для меня было... Ну, такие они слишком были загруженные, тяжелые. Ну, то есть, я попал в такую атмосферу, когда вот у меня с Сашей... Закрутился там Кровина, потом опять Саша. И, ну, я, наверное, как ты знаешь, сгорел. Настолько сгорел, что когда с Сашей у нас произошло вот это расставание, я... Ну, все, я уже там... Ну, из себя все выжил. И думаю, что... Ну, я уже тогда хотел уйти с проекта. То есть, и дал себе какое-то время, думаю, может быть, сейчас это реабилитируюсь, и во мне опять появился какой-то огонь, то настроение, знаешь. А по итогу, такого я не заметил, вернувшись на поляну, я понял, что я очень скучаю про дети, потому что мне надо как-то развиваться вне проекта, чтобы чаще видеть своих детей. Как, кстати, пишешь сообщения с детьми, с бывшей женой, ты не вещал их, и все ли в порядке? Да, я писал же после проекта, я приехал к ним, был пару недель в Краснодаре, провел какое-то время с детьми, дети нормально, ну, видно немножечко, конечно, по, как сказать, больше к маме, поэтому непонятно. Ну, а жена бывшая, конечно, негодует, но, как бы, это и понятно, что такого насмотревшись, и сколько языков там всего наговорили, что я делаю, как я делаю, и это, конечно, смотрелось не очень красиво, поэтому, поэтому, да, бывшая на меня зла, зла. Но вы не общаетесь с ним? Ну, переписывался только в деловом форме. По поводу детей? Да, по поводу детей и финансов каких-то. У нее сейчас есть вторая половина? Нашла новую любовь? Нет, не нашла. А не было, может быть, желания у нее соединиться с тобой? Нет каких-то, ты не чувствуешь этого с ее стороны? Нет, ну, ясно, ну, как бы я чувствую, что у нее есть чувства, есть эмоции, потому что она, ну, очень, так, ну, как сказать, ей неприятно, что происходило, и, допустим, происходит там вокруг меня. Вот, то есть, если бы я был безразличен, то эмоций бы не было, по большому счету. И воссоединиться, я думаю, ей гордость не позволит, а я считаю, что в одну репу не в одежда важно, поэтому я считаю, что не стоит. Ну, ты говоришь, дети больше тянутся к маме, да, потому что они с ними, понятно, проводят время. Тебе не обидно? Нет какого-то такого чувства щемящего? Как ты хочешь эту ситуацию исправить? Конечно, очень хочу, но сейчас у меня, как бы, дети в приоритете, но мне сейчас надо немножечко заняться развитием, потому что после проекта, вернувшись, я понял, что я очень много, ну, как и мне, надо очень много мостов навести, которые я потерял, и мне сейчас надо на определенном финансовом уровне быть, и чтобы я не имел ограничений вообще ни с детьми, в плане того, что всегда могу их навещать, всегда могу быть рядом с ними. А сейчас у тебя есть какие-то ограничения? А сейчас у меня ограничения в плане финансов, то, что я развиваюсь, как бы, я не могу постоянно быть в Краснодаре, здесь, в Москве, и я не могу туда-сюда мотаться. То есть при идее это несложно, так, на самолете слетать, туда-сюда, но пока что сейчас я не могу этого делать. Надо развиваться, да. Наташа Розенцова спрашивает, а не хочешь к Шеве вернуться? Расскажи вообще, я знаю, что вы виделись уже после твоего ухода, как-то пересекались. Да, с Сашей мы виделись, как бы... Как прошла встреча? Ну, прошла встреча нормально, полумались, немножко стараюсь, как бы, не показывать, ну, какой-то, ну, эмоции, потому что, ну, да, понятно, мы очень долго пробыли вместе в одном пространстве, и, ну, Сашу я так или иначе любил, там, то, что он мне говорил, ну, любил, он правда любился, ничего себе. А сейчас хоть и нет? А сейчас, нет, достаточно чувства есть, но после того, ну, после того, что произошло, конечно, я уже, ну, то есть, мне тяжело с ней разговаривать нормально, просто я думаю, что за человек это, Саша. Ты имеешь в виду то, что она вернулась к вам? Да, да, вся очереда событий, как бы, и... А ты надеялся, что она будет тебя ждать? Я надеялся, что она будет меня ждать, но я надеялся немножко, что она, как бы, будет самостоятельной, то есть, она не сразу же, ну, то есть, ее вот у нас сразу же без огня-то в полную, то есть, получается, она не успела, там, скажем, остыть кровать, и уже раз, и уже с другим человеком для меня это... Ну, ты же не ушел за ней, понимаешь, а что она... Я ушел за ней, потому что, смотри, ситуация, она переписывалась с Саша. Да. Да, и как бы я ушел за ней, сказал, что, ай, ладно, плевать на переписку, пойдем гулять вместе, да. Нет, я так не могу, допустим, для меня формат отношений такой неприемлемый, скажем, ну, опять же, я опираюсь на опыт прошлого, я знаю, что, как это может быть, как это было с Сашей. Ну, так все-таки, значит, встреча у вас прошла хорошо, вы общались, что-то обсуждались, или так, просто перекинулись двумя словами? Ну, общались, у нее грусть встал что-то, просто... Да, кстати, в своем журнале можете все подробности увидеть, и увидеть эту новую грудь уже в Сашей. Да, непривычно, как-то изменилось, довольно-таки, на свободе она сейчас, ну... Похорошела? Ну, я бы не знаю, мне, допустим, мне не нравится, ну, то, что грудь четвертая, но мне нравилась она более естественная. То есть ты бы не хотел пожарнуть эту грудь? Нет, это никакой. Ну, как-то, это инородное тело в организме. То есть я за естественное, по-своему, на самом деле. Вот. Ну, общались мы по поводу, как она с ним там чувствует, с Араем, у них там много, у нас, типа, партнерские отношения, что... Просто сожительство, ну... Секс-подружка. Ну, типа того, да. Ну, у меня так... Мне легко пробежаться, типа, особо не углугался в ее, там, какие-то отношения с Араем. А Арая с тобой не делился, ему грудь нравится, Саша? Ну, я со мной вообще не общаюсь по этому поводу, мы следили с тобой один раз и все. Ага. Ну, вот. Поэтому, нет, не делился, я говорю, какая грудь у Саши, он придет к нам в специтивни и смотришь на то. Да, я уже все видел просто, да. У нас прямо в эфире грудь делало практически. Слушай, ну, нет такого, может быть, в мыслях, в чувствах, что Саша, может быть, думает о соединении с тобой. Она что-то такая непостоянная, значит, сегодня орай, завтра она в тебя снова влюбится. Ну, я считаю, ты как-то с вами величие, если будешь говорить, что... Ну, может, ты почувствовал в своей специтивнике, может, о тебе пишешь? Ну, может, почувствовал, может, я обманываю себя, ну, как сказать, ну, можно, да, почувствовал ее. Ну, не знаю, просто мне кажется, что это абсурд, эти отношения все равно не планируют. То есть, ты не готов ее будешь принять, если даже она скажет, что, видите, люблю тебя, поняла, что хочу с тобой быть. Нет, я не готов. Не готов? Нет, конечно. Я уже говорил про нововведение будущее, вы хотели выходить за периметр вместе, с вами планировать. Смотри, начало у нас было отношения, это был такой эйфорийный этап, знаешь, когда у меня прям были шермы на глазах, и просто мне неважно было то, что я тебе про проект не смотрел. Для меня Саша был, скажем так, белый лист. Вот, и я на нее смотрел совершенно новыми глазами, и, ну, не было у меня мыслей, там, кто у нее был, что у нее был. Но со временем, потихонечку, мнение людей, наверное, какое-то, какие-то свои наблюдения меня привели к тому, что, ну, Саша, наверное, девушка не имеет отношения. Вот, и, да, потом начались сомнения, откладывание этой священной свадьбы, свадьбы, и, в итоге, все получилось именно так. Как ты думаешь, почему Саша за все то время, что она ушла с проект, сколько уже прошло 3 месяца или больше? Ну, с начала августа. Она так и не съездила домой, так и не навестила дочку, хотя вот ты ушел с проекта, ты мужчина, ты сразу поехал к сыновьям. Хотя у тебя тоже, так сказать, там, если бы непростая ситуация, она мама, ее ничто не ограничивает, ничто не держит ее. Для меня это тоже очень странно, на самом деле. То есть, я, ну, я невероятно люблю своих детей. Для меня было первым, как бы, первым раз, первое это слетать свои дети. Поэтому Саше, когда вот мы с ней расстались, там, на проекте «Острова уезжала», ей сказала Саше, попроси, чтобы тебе через неделю купили билеты в Орск. Ну, тут благо проект позволяет. Говорю, побудешь неделю в Москве, но идешь в мосты, слетаешь в Орск, хотя бы на неделю позвонить дальше со дочкой и обратно в Москву прилетишь. Ну, для тебя, думаю, самый нормальный вариант. Не знаю, что, почему. Просто, ну, мне даже не могу залезть ей в блогу, хотя бы там все-таки говоришь, что очень люблю, она плачет по дочке, но какая-то странная любовь на расстоянии получается. Ты думаешь, что она хорошая мама? Угу. Я думаю, что она еще мамой-то не была, по большому счету. Угу. Ну, то есть, она дочку, видишь, она отдала, и ей, она вот привыкла к такой модели общения с дочкой, и то, что ее дочь всегда под присмотром у мамы. И поэтому неизвестно, как бы она с ней вела себя, как бы ее дочку там, ну, обвесивно-необвесивно, то, что, ну, дети, они, одни дети послушные, другие непослушные, и дочка вроде бы так непослушная. Я думаю, что с Сашкой мы с ней... Ну, вся в маму. Ну, да. Галина пишет, вы бы там разобрались с человеком года, всех нормальных слили, Шушева бы набрали, а за кого бы голосовало зрителей, таких нет. Ты как думаешь, кого бы голосовать? За Аленку Апинцевина, я, честно, за Аленку Апинцевина. Так она выбыла из конкурса. Как, я ж не знаю, Антон. Она выбыла, буквально во вчерашнем эфире, она не прошла первый этап, а Безус, я не помню. Он вчера у него был. А вот еще пока неизвестно. Будет еще, да? Да, да. А вот Алена выбыла из претендентов. Ну, вот, в общем, я бы за Безусом нашел. Ну, за другую своего. За другую, да. Не, ну, просто он, мы с ним как-то вообще сружились, и он довольно индивидуально развитый, и сильный участник. Он так шел, я считаю. Слушай, у него сейчас такая тоже сложная ситуация. Он вроде бы расстался с Миленой. Сейчас он приехал на поляну, и они снова пытаются построить отношения. Снова вроде бы вместе. Ты как думаешь, ему подходит такая все-таки девушка как-то молодая, очень юная, неопытная, вспыльчивая? Я, знаешь, Леша, на самом деле, вот, я ему говорю, Леша, не подтягивай к себе Милену, ну, тебе с ней не быть. Ну, то есть я считаю, что не подходит. Она, да, она вспыльчивая. Леша, он с Каролиной, когда был там, она его... Да, да, ему не подтягивай. Да, не то, что ты кажешь. Она, Карлина, ему одно слово плохое скажет, Леша уже психует. А это столько дно, столько льет на него, порой грязь, что Леша, вроде так, возможно, всегда дает вот эти надежды. Хотя сам не понимаешь, что Леша, ну, парень не того формата, чтобы давать надежды такие девушки. Ну, то есть, думаешь, это не его, так сказать? Думаю, что нет. Расскажи, пожалуйста, а почему так получилось, что ты расстался с женой? То есть у вас вроде бы все было хорошо, вот, ну, смотрите, старые фотографии, вместе ездили на уроту, загадили тьми. Что случилось? Просто я, допустим, привык к определенной модели общения с женой, с девушкой. У нас всегда было, допустим, я предлагаю, я там что-то кидаю в деревья или снег, все обсуждаю, что-то делаем и воплощаем это в жизнь. А потом, в итоге, что-то стало такое, ну, критики много стало замечать свою радость. Немножко, наверное, нервное стало. Вот. И, ну, для меня это было, как бы, ну, для меня это было неприемлемо. Я сказал, я начал говорить, что если так будет продолжаться, то мы расстанемся. Потом, с моей стороны, было там пару таких неприятных моментов. Ну, не то, что неизмен, но там такой фит был. И жене это тоже не понравилось. То есть, ну, я был такой чистый и верный. И тут грубо говоря, какая-то. Но мне понравилось. И этот год у нас начались на фоне этого всего. Постоянные скандалы. Ты говоришь, в чем поревелась? В переписке? Или еще в чем-то? Да, в переписке. И я там со одной девушкой обнялся. Ну, вот. И все. Ну, и потом, конечно же, она там сказала ничего страшного вроде. Но я вижу, что из-за этого она стала еще проще со мной. И я понял, что это все сейчас из-за пойдет. И решил... А у тебя был интерес продукты девушки? Или это так? Нет. Интереса не было. Я, честно говоря, одно у меня в отношениях, когда я был с женой, у меня не было никогда каким-то другим девушкам интерес. Ну, в плане того, что я мог, флирт, возможно, был. Но я всегда возвращался домой. То есть мне было очень приятно. Ну, а почему ты тогда не удержал и не сохранил семью? Или она уже прям не хотела? Нет, я не хотела. Наверное, потому что я говорю уже, ты привыкаешь к определенному, к определенной манере общения с человеком. И тут тебя человек, ну, выводит постоянно из этого баланса, он выводит тебя. И вот у меня получилось, что день за днем я выходил из этого баланса и у меня состояние такого надежды умиротворения, скажем, любви. Меня это постоянно, ну, оно мне как-то тыкало-тыкало, и все. И я не выдержал ее раздел. Хотя сейчас, глядя на девушек, вообще не правда, как ужать, я думаю, что, ну, возможно, я сделал это зря. Но назад уже не вернусь. Ну, я точно надеюсь, что вы снимали эти общения, и будет все хорошо. У вас все-таки два общих сцена. Да. Скажи, после проекта ты, в частности, я думаю, что чуть больше всего этого времени появилось, чем было раньше. Успеваешь в кино ходить? Что-нибудь смотреть? В кино, да, ходил в кино. Что смотрел? Сейчас скажу, что великий родитель второй смотрел. Смотрел хищника. Кстати, знаешь, что ты можешь смотреть очень крутые фильмы, даже не выходя из дома? На своем планшете, на телефоне, на сайте ТВЗА. Это онлайн-кинотеатр, где куча крутых фильмов. Причем, там нет стоящих опусов, нет рекламы. Это очень удобно, ничего не бесит. И много бесплатного контакта. То есть, то, что в кинотеатре идет, я могу посмотреть там? Да, почти сразу, там очень много новинок и других фильмов. Это очень круто, я буду пользоваться, значит. ТВЗА. Так что заходи на ТВЗА. Вопрос от Саши Болдина. Считаешь ли Хромину яблоком раздором? Сейчас мы про Хромину вам говорим. Ей не нравится, что мы так часто упоминаем ее в прямых эфирах. Но мы, конечно же, будем ее всегда упоминать и обсуждать. Тем более, столько мужчин, так сказать, с ней связанных были на ваш проекте. Слушайте, если мать нет. Конечно. Так что же с Леночкой того сделала? Считаю Ленку и яблоком раздором. Ленка красивая. Ленка, что в Ленке? У нее интересный скорбь. Мне это, правда, понравилось. Я думаю, что это за бред я несу. Но она действительно, она, знаешь, маниакальный какой-то депрессивный. И при этом, то, что она себя вела. То есть, она постоянно была, ну, постоянно себя как-то подажно вела, что на нее все обращали внимание. И это, ну, кричало. Но, наверное, этого бы не было. То есть, я бы, да, может быть, Лена, я буду этим раздором. Ну, потому что, ну, я же к ней ушел, получается. Ну, я не знаю, как ситуация получилась. Потому что там и Саша в какой-то степени виноват, что на меня как-то чушь начал говорить. Хотя я, ну, не являюсь таковым. Вот, это меня немножко развернуло. Ну, ты же понимаешь, что это такое просто увлечение. Что если вот по твоим даже описаниям судить, что тебе нравится, какой формат отношений, вряд ли бы ты смог долгосрочно построить отношения с людьми. Да, ну, поэтому, вот видишь, поэтому тогда и была такая ситуация, что я троил, не знал, что делать вообще. У меня тогда были мысли или уйти, или бросить, или что вообще творится вокруг. Потому что я, ну, играть на Лену, я понимал, что с ней невозможно строить отношения. Но, ну, она притягивала в какой-то степени ее. Сексуально было не только? Или не только? Ну, нет, ну, в общем, морально. Лично? Нравилось даже. Какая загадочная не была? Даже, да. Нравилось с ней разговаривать. Было интересно. А Саше было тебе интересно? Да, Саше было тоже интересно. Саша, ну, такая немножко, как сказать, не... Она изначально была не тот формат, не формат моей девушкина, которую я хотел сказать с ММО, мне хотелось, чтобы она исправлялась, чтобы она как-то, ну, выходила на другой уровень, скажем так. Получается, что я не смог. Так и не исправилась, Саша. Ход к Елене спрашивает. Ты хочешь вернуться на проект? Нет, на проект не хочу. На самом деле... Только ушел. Только ушел, нет. Суть в том, что на самом деле на проект хорошо, и, по сути, выходишь, и сначала тяжело. И действительно, может быть, в какой-то степени хочется, но, типа, думаешь, блин, там же все было так непросто. Но понимаешь, что, вернувшись назад, здесь развитие становится. Поэтому, лет назад и вернусь. И рвоку 23, какой размер ноги спрашиваете? 50. 50. И сколько лет тоже спрашиваете? 30 лет. А вообще удобно ведь у тебя нестандартный размер ноги, там, одежды. Как ты выбираешь себе всю эту область, одежду, где находишь? На самом деле, у меня, ну, есть магазины специальные для больших людей. То есть, и обувь также можно через интернет, через сайты заказать большую. В основном кроссовки. На ботинки, туфли я очень редко нападаю. То есть, когда получается, покупаю. Ну, ботинки, туфли 2-3 пары хватает. Ну, ты привык уже или, типа, дискомфортно в сторону неудобно? Ну, конечно, дискомфортно. То есть, если есть вещь, которая мне действительно нравится, я не могу ее купить. Потому что мне приходится покупать то, что на меня налезет, не то, что мне нравится. Женя очень спрашивает, чем занимается он за периметром? Рассказывай, что ты делал, что делаешь сейчас? Сейчас я, там, полюбителем в баскетбольную команду залез. Три финистерина хочу. Ты играешь в баскетбол? Да. На профессиональном уровне? Нет, сейчас полюбителем уже. На профессиональном нет, пока рановато. И так силу... Ну, в сторону, получается, какой-то доход? Да, да. Ну, конечно, все оплачивается. Потому что мне гостиничку дают и все. Ну, и... И экспертизы строительные. Сейчас еще хочу, там, в ресторанный бизнес попробовать. Ну, это в Краснодаре уже. Если все вяжется, то будет классно. Угу. Будем тоже следить за твоими успехами. А с личной жизнью как? Ты же наверняка ушел, куча поклонниц. Я тут же надея обманул. Есть такой высокий... Нет, есть такое, но... Мне сейчас, честно говоря, не до этого. То есть, я всем так и пишу, никого не обманываю. Я так и говорю себе, что у меня сейчас не до личной жизни. В плане того, что у меня сейчас есть некие обязательства перед своими детьми. И я в любое свободное время, скажем так, если у меня будет таково. Я с удовольствием буду проводиться со своими детьми. И я не могу, как бы, уделять время девушке на какое-то там... Может, ты такой серьезный парень настроен на серьезность. Ну, да. Да, наверное, так. Ну, то есть, за временем после твоего ухода еще не было у тебя девушки? Нет. Нет отношений не было. Как же так? Как же так грустно жить без отношений. Если вдруг ты, Витя, захочешь как-нибудь найти свой второй бизнес. Да. Мы строили тебе сайт Тамру. Это прекрасный сайт, где можно найти свою любовь. Причем это сайт именно для серьезных отношений. Там, куда регистрируешься, ты проходишь психологические тесты. То есть, ты выбираешь себе партнершу сразу, не только по внешним данным, но и которые тебе психологически будут подходить по всем параметрам. Так что, это очень удобно. Прекрасная находка для тебя. Найдешь раз в ту, которую тебя мозг делать не будет. Устраивать скандалы. Ну, вот возможно. Вот, зарегистрируешься на Тамру и поймешь, что возможно. Последишь? Будущее уже будет стоять. Попробуем, попробуем. Ну, не сейчас, не так. Чуть позже. Зарегистрируйся. Скажи, где-то ты еще общаешься? После проекта? Ну, с Берусом, естественно. С Берусом я, естественно, общаюсь. С Валерой Самарокулом общаюсь. Так. А с кем еще? Ну, так пару раз мне Лиценко пересекались. Мы с ним. Как делал Лиценко? Насколько я знаю, Лиценко сейчас живет вместе с Шева и Райма еще с кем-то в четвером в одной квартире. Втроем уже. А, втроем. И, слава богу, что вообще и с котенком в четвером. Нет, не там бывает. У меня такая каруселька, кто-то приходит и ночевает. Но он так-то втроем, по-своему. Ну, как он поживает-то? Неплохо, насколько я знаю. Он зарабатывает хорошо на рекламе и чувствует себя неплохо. А что же он, если зарабатывает себе квартиру отдельную, даже что-нибудь не может? Он может ему. Я ему с Шева веселей. С Араем. Они же с Араем хорошие друзья. И Араем потом наставляет. Он для него как наставник вроде как. О-о-о. Да, то есть он говорит ему, что делать, как делать. Он уже буквально... Легом пойдет, Лиман. Я чувствую. Я чувствую. Что потихоньку сейчас он придет на новый уровень. Другого наставника возьмем. Посмотрим. Я не понимаю, почему на проекте «Держать близняшек скучные» в шоу «Стоун» пишут? Что думаешь по поводу них? Ты же с кем-то там из них пытался что-то построить? С близняшки? Нет, она симпатию мне проявляла. Мы строили симпатию. Но нет, близняшки мне как-то не по душе. Я сам здесь сегодня посмотрел, посмотрел сегодня выпуск. И понимал, что как долго они уже находятся на островах, что жизнь там выжимает. Ну, честно говоря. Не знаю, может быть, кому-то все-таки это интересно. Но они, по крайней мере, девчонки. Хотя нет, подожди. Сейчас ты, Маша, что натворила? А вот буквально уже сегодня уже было все. И завтра в эфире вы увидите. Да? Провела мучиться с двумя. Да. Вот видишь. С Валерием Левенкаровым и Санином. Все, нескучные близняшки. Видите, что началось веселье. Близня сколько? Два месяца. Два месяца они там уже сидят. Вот. Точно нескучные близняшки теперь. Ну, как ты думаешь? Чем их проблемы, главное? Почему? Они же как-то симпатичные. А их проблема в том, что они близняшки и вместе. Никак не могут. Они друг к другу постоянно друг друга тыкают. В плане того, что у тебя горекло будет. Он тебя не достанет. То есть Маша, Кристина, Кристина Маша. И они друг друга всаживают постоянно. Я удивлен. То есть они ведут себя не как сестры, как, наверное, враги. То есть в этом их проблема. Потому что они друг друга не поддерживают, не пытаются помочь построить отношения друг к другу. А наоборот рушат все. И поэтому никаких долгосрочных отношений у них не будет на проекте, пока их не разделят по локациям. Я бы считаю. Вот у нас в журнале есть интерьер как раз про них, где их друзья и мама рассказывают об их жизни до проекта. И вот они говорили, что как раз-таки Маша она очень спокойная, а Кристина более активная такая и скандальная. Почему-то вот наоборот Маша отличилась и проявила себя отнюдь не как маленькая, да, сразу с двумя мужчинами в прямой интимной убийстве. А Кристина ее там наоборот за это ругает. Кто из них, кто объясни мне? Я всегда казалось, что Маша она более боевая девушка. То есть она такая дерзкая более была всегда. Вот я не знаю, почему там друзья говорят так, но Маша, по-моему, как они пришли на проект, Маша всегда более активная была, да. А Кристина она такая на протанцовке. Но видишь, как оказалось, активность Маши подтвердилась. То есть она прям как ролик активная, да. Сколько у него детей, двое или двое, общается с ними и помогает финансово? Третье есть? Нет, у меня два ребенка, два сына, общаюсь и помогаю, да. Сейчас подобщаюсь только по видеосвязи. Ага. Все спрашивают про то, ушел ли ты или нет. Да, ушел. Ушел после проекта. Так, скажи мне, пожалуйста. Вот у нас на блоге Ольга Орлова есть ведущий. Да. А кто тебе больше всех из ведущих нравится? Смотри, я очень благодарен, во-первых, Андрею Черкасову. Да. Потому что, когда я приехал на остров во второй раз, Андрей дал мне возможность все сказаться. И, наверное, в какой-то степени я там сидел с клубами, в плане того, что я стал больше мнений говорить. И постоянно подготавливать мнения, научился как-то разговаривать. Когда первое время я не могу разговаривать, у меня были темы. Все время я сидел на лобном. Я думал, хоть бы ему, хоть бы не, вот так вот молился. Но, а я, я еще раз. Я и на шоу и на лобных, и у меня не хватало просто сил что-то сказать. Поэтому, да, Андрей Черкасов. Бородина очень нравится мне. Ксюше Бородина мне нравится. Потому что она, скажем так, как-то независимо выглядит. Обособлено. То есть, она всегда имеет собственное мнение. Она не бегла. Ну, то есть, она по факту может сказать. И это приятно очень. Вот. Ну, тогда Черкасов, наверное, так была самая. Он пишет Шарваров. Возвращайся на проект Капинчук. У тебя же была тоже к ней симпатия. Да, к Ирке была симпатия. У нее это феномен Иры Капинчук, наверное, потому что... Все имеют с ней симпатию. С симпатию, да. А потом все отскакивают. То есть, и... Почему так происходит? Не, ну сейчас она за Харом вроде. Ну, ты знаешь, как-то Сорок ее называл пирожок ни с чем. Вот. Ну, вроде бы и грандское название. Но, наверное, знаешь, она изначально вроде как понизка. Улыбается. В итоге ты понимаешь, что внутри какая-то пустота у нее. И так же и Саймон говорит, что он внутри пустой. И Ирина, получается, тоже внутри пустая. Ну, пустота на пустотой. И ничего другу дать не могут. То есть, не наполнить ее. Не могут ее вот. Она никого не может наполнить. Она такая, прям, как кукла-кукла. Знаешь, какая бездушная, наверное, какая-то. Пустая. Да. Ну, именно если она тебя оттолкнула? Она меня оттолкнула, наверное, тем, что, во-первых, своей неопределенностью, которая, ну, прям, невероятно сбила. Это значит, как я бы сказал, что если тебе нравятся все, значит не нравится никто. Вот. И, наверное, ее какими-то такими действиями, которые противоречат ее словам. То, что она говорила, что она там золомудренная, она там такая невинная. А в итоге, ну, так, в большом счете, она на проекте натворила тоже немало, и неизвестно, что было за проектом. Плюс, отца не целовалась, вот через два дня уже другим целуются. И меня всегда это как-то удивляло. То есть, такое быстрое метание в девушках, когда вроде ты говоришь, что человек мне это настолько симпатично, не нравится, и ты друг к другому уже идешь. Это очень странно. Ну, вот Захар, по-другому, что не сложится? Нет. Нет, я думаю, нет, нет, не сложится. Просто Захар, я уже вот смотрю, по Захару уже такая мимика, он в ней не видит уже свою девушку. То есть, и какая-то претензия станет, мне кажется, нет ничего не получится. Успейте еще задать свои вопросы Вите. Самое интересное, мы зачитаем буквально еще несколько минут у Уфея. Хочу с тобой также обсудить ситуацию с Никитой Шельговым. Ты как раз не говорил, предотвратимый человек Максимера. У него выяснилось, что вы беременная девушка. Да. За периметром, в журнале об этом первое написали. Как ты эту ситуацию оцениваешь? Что бы ты сам сделал, оказавшись на его месте? Что бы я сам сделал, оказавшись на его месте? Он же не знал, да, получается, что у него есть... Слушай, ну он все прекрасно знал. Просто он говорил, что он не верил, может быть это не правда. А потом, спустя лишь 9 месяцев, узнал, что это правда. Ну, мы все понимали прекрасно, что он знал об этом. Она говорила ему об этом. По идее, что у него за ситуация? Странно, что он у себя на проекте, чем-то удобно раскованное. И, ну, так вел себя, как будто бы он об этом не знает. Или ему там наплевать, может, в какой-то степени будет. Я надеюсь, что сейчас он, как, наверное, многие пожелали, возьмется за головы. И возьмут ответственность за ребенка и будут помогать всячески, как может. А там построят им свою любовь на проекте или нет? Посмотрим. Главное, чтобы ребенка не бросим. Да, это главное. Так, был вопрос еще про Шеву. Видите, Шева для тебя была проектная история, спрашивает Ксим? Нет, ни в коем случае. Еще раз объясняю, что я пришел на проект, не знаю, кто такая Шева, кто такие вообще там люди. Я гоняю, это были абсолютно новые люди, которых я не знаю. И поэтому мне Шева изначально очень понравилась, невероятно. Потом, конечно, со временем стал узнавать. И нет, ни в коем случае не проектная, хотя много раз. Я даже помню, конфликтовался с ребятами на острове. Меня как-то позвали, когда был Монезир, Дима, Штрих и Давыдов Денис. Они мне позвали и говорят, может, хватит творить чушь. А я говорю, в смысле? Ну, ты уже два месяца в этих обсуждениях. И, может быть, хватит вот этот качели, вот эти треугольники. Я говорю, ребят, ну, это вот только моя... Если была моя воля, я бы с удовольствием это на вас загрузил, вот это все. И пусть бы это были ваши темы. То есть, ни в коем случае никогда бы не хотел таких проектных историй. Слушай, ну, вот немножко несостыковка. Ты говоришь, что Илья Пинчукбана, то с одним, то с другим, то с другим. А с Сашей Шевой там вообще было все как бы печально. Ты, да, не знал, что, может быть, так у нас все дела будут приходы. Но тебе же показывали вот эти сигнализки. Или даже постоянно упоминали, если тыкали в это. Да, да. То есть, я стал... То есть, я думал, что это можно с девушкой поскоренить. Но потом, потом, вот я на проекте, когда после этих отношений с Сашей, я уже все. Я настолько отчастлив, я не хотел никого перевоспитывать, не хотел никого узнавать. То есть, для меня уже все. Я подумал, что все, все одни те же, ничего не хочу. Вот, поэтому, да, и Ильичук, ну, я бы не стал с ней работать и перевоспитывать. Перемоспитывать в какой-то степени. Работать не стал Виктор Сырый Пинчук. И с Сашей тоже так и не скринли. Все плохое. Может быть, чуточку хотя бы. И все у меня будет прекрасно в жизни. Надеюсь, конечно. Спасибо, Ильич, что ты к нам пришел. Отвечал на вопросы. Будем ждать у тебя институционных новостей из Аберинта. Писать в журнале почаще. Я надеюсь, будет только хорошее, потому что я устал уже от плохих новостей. В жизни не бывает только хорошее. Только хорошее и плохое. Спасибо вам большое. Так что мы на связи с тобой. Пишите еще вопросы. Если что, все за кадром уже спросим и увидите. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.